МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, сейчас в нашей программе должен быть выпуск новостей. Но мы его сместили, потому что в нашей студии появилась Анна Рассинина с яблоками доморощенными. Мы продолжаем яблочную тему. Правда же? А как правильно говорить? Яблоки или иронетки? Наверное, это иронетки, да? Это полукультурные яблоки. Как вам такая? Полукультурные? Ну, они не матерятся, да, и не ругаются. А бывают крупноплодные. В общем, целая куча всяких разных бывает. Рассказывайте про них. Яблочный урожай. Я уже не удержалась, одно съела. Да, я тут тоже немножечко насолила. Я ставлю вам, это у вас будет яблочный день сегодня. Спасибо. А то вы все время приходите с кипарисами, с ветками. Да, решила, в конце концов. Здесь можно что-то поесть. А вы все время что-нибудь едите вкусное. Я все время насмотрю, досмотрю. А сегодня я принесла... Осень. Хорошее ли время для того, чтобы заложить плодовый будущий сад на своем участке? Ну, на самом деле, это одно из двух самых оптимальных времен для этого дела. Второе, видимо, весна. Второе, видимо, весна. Да, если вы планируете сажать растения небольшим, да, сейчас, на самом деле, рынок наш представляет хоть какой размер плодового дерева. Я помню, когда однажды, готовясь к эфиру, вспоминали, мы с мужем сидели, я говорю, помнишь, как-то лет, наверное, 10 назад, может быть, даже чуть побольше. Один клиент наш говорит, вот мне нужно, у меня дети, мне надо яблони с яблоками, ко мне приедут друзья, что у меня эта палка торчит. И мы так все, я говорю, ну как так, плодовое дерево, оно же там должно прижиться, но сейчас есть крупномеры плодовых деревьев, поэтому можно сразу купить действительно яблони с яблоками и посадить ее. И это можно сделать в любое время года. А, то есть она уже на следующий год будет плодоносить? Конечно, да. И это можно сделать хоть когда, хоть весной, хоть летом, хоть осенью. Но если вы планируете посадить растение саженцем, это 2-3-летнее растение, не очень высокое, может быть метров в пределах полутора оно будет, и заплодоносит оно уже довольно активно, конечно, не на первый год, и рекомендую даже в первый год посадку убирать цветочки, обычно этого делать очень не хочется, но желательно, чтобы она хорошо укоренилась и дала мощную корневую систему. Поэтому можно посадить осенью, и сейчас наступает оптимальное для этого время. Осенняя посадка плодовых деревьев, это очень хорошо. Как правильно это сделать? Да, нужно ли обращаться к специалисту, потому что, ну, может же не прижиться, такая красота, да, куплена специально. Ну, во-первых, я бы хотела обратить внимание на то, что нужно тщательно подойти к выбору сорта. Это важно, потому что, например, кто-то хочет ранеточку прямо с дерева сорвать, да, ну, рането-то, так называемое мелкоплодное яблочко, вот, сорт воспитанницы. Очень горячо любимый мной. Будущая составляющая шарлотки, да? Да, и будущая составляющая всего, мне кажется. И сидрак, кто любит, знаете ли, это дело. Да, обычно улетает еще и там в сыром виде. Вот, нужно посмотреть, конечно, на сорта. Сейчас рынок сортов огромен, потому что селекция не стоит на месте, но и старые проверенные сорта тоже очень хороши. Чем они могут отличаться? Во-первых, размером яблочка, если вы хотите, чтобы вот так и вот много, конечно, нужно брать крупноплодные сорта, и из них надо посмотреть, какой лёжкости вы хотите сорт. Либо вы хотите есть сразу, либо вы хотите положить, некоторые хранятся до Нового года яблоки. Анна, но вот часто все-таки вот бабушки и дедушки, которые делятся своей культурой, да, в виде продажи на рынках, все-таки предлагают ранетки. Потому что я вот таких больших яблок, по-моему, не встречал, вот вы говорите, крупноплодные. В основном, конечно, ранетки – это распространенные сорта, которые дают наибольший урожай. Яблоня, чтобы крупноплодное заплодоносило хорошо, это надо, ну, в общем-то, чуть-чуть побольше времени, чем для ранета. Раскачегарить её. Да, и не все они ещё готовы к сбору. То есть ранетки созревают, конечно, пораньше, как, например, воспитанницы, пипинчики различные сорта, а крупноплодные чуть-чуть попозже. Вот, поэтому нужно выбрать, какой вы хотите. Очень большие яблоки могут быть вполне приличные, сопоставимо с тем, что продаются. Они приживаются у нас в Сибири? Конечно, и есть сорта, например, мелба, мантет – это крупноплодные сорта, которые вполне хорошо приживаются и вполне неплохо плодоносят. И для того, чтобы вы спросили меня о том, как правильно посадить и какое место, да, для этого выбрать, ну, конечно же, самое первое, о чём надо сказать, это не любят они близкого залегания грунтовых вод. Но об этом, как правило, не любят все плодовые деревья. Но об этом вы, как правило, будете знать, как если вы копали фундамент, да, ну, понятно, что не на штык лопаты вырастает, да, но что-то рядом растёт. И мой совет на все времена про всё – загляните к соседям. Если вы в сложившемся дачном обществе, либо у вас есть соседи в загородном посёлке, и у них уже что-то сидит, всегда можно обратить на это внимание. В некоторых районах, например, подмерзают верхушки плодовых деревьев и их выращивают в сланцевой форме, как, например, наш прекрасный сад Крутовского, в котором большая коллекция этих яблонь собрана. А туда можно ходить за яблоками? Там, насколько я знаю, мы всё пытаемся туда как-нибудь попасть, проникнуть. Это наша учебная база технологического бывшего университета, и мы там бываем иногда на экскурсиях. Там на удачном, в общем-то? Нет, это напротив парка. Напротив парка Роев Ручей. Конечно, для того, чтобы знать точно, лучше созвониться и узнать, как это всё происходит. Там, конечно, можно очень много всего посмотреть, интересные сорта в том числе. И выбирая у себя на участке место для посадки, желательно, конечно, чтобы это было место, защищённое от ветров. Не все плодовые, точнее, почти все плодовые не очень любят. Чем солнечнее, тем лучше. В лёгком затенении, безусловно, это может быть, но на открытом, хорошем солнце. И важный момент насчёт посадки. Когда мы покупаем прутик размером полтора метра, тощенькую палочку, нам кажется, ну, куплю-ка я штучек десять, и как, посажу, посажу. Яблоневый сад. Да, надо обязательно соблюдать расстояние между деревьями. Это очень важный момент в плане того, что корневая система поверхностная у яблонь довольно большая. И если мы садим очень близко, то они просто начинают друг друга давить и конкурировать. В итоге это отражается просто на том, что количество плодов неминуемо сокращается. И поэтому, когда вы высаживаете плодовые деревья, помните, что расстояние должно быть, ну, минимальное 3-3,5 метра. Если вы располагаете площадью, то между деревьями должно быть 5 метров. Это идеально. Обратите какую-нибудь элементарную инструкцию, правда же, их же наверняка много в сети, чтобы у вас получилось то, что вы запроектировали и запланировали. Ну и помните, что бывает у яблонь такой период, когда дерево в этом сезоне отдыхает. И это было у всех в прошлом году. И не плодов вам, да, и не цветение. В прошлом году, например, вишня сказала пока. В прошлом году все сказали пока вообще. Хорошо, что в этом все сказали. Снова здравствуйте. Конечно, в этом снова здравствуйте. Это очень приятно. Вот это, например, моя диета сентябрьская. Ну, она стала уже нашей. Анна Российна была у нас сегодня в гостях. Наш эксперт. Спасибо за полезную информацию. Будем ждать яблочного спаса. Спаса. Уже в следующем году продолжается наша программа. Полезная информация об обуви прямо сейчас.